В моем студенчестве пирожки обязательно были с картошкой и луком. А вот репчатый жареный или зеленый лук. В начинку добавлялись в зависимости от сезона. Они были безумно вкусными. Давайте приготовим. Пирожки готовятся легко и просто. Тесто очень послушное, добавление муки не требует. При обжаривании, огонь держите чуть ниже среднего, так пирожки прожарятся равномерно. Подготовьте необходимые ингредиенты. Тесто приготовьте удобным для вас способом. Я воспользовалась хлебопечкой. Загрузите ингредиенты в ведерко согласно порядку указанному в инструкции. Выберите функцию теста, время 1 час 05 минут по завершению процесса. Оставьте тесто еще на 30 минут в закрытой хлебопечке. Если вы используете ручной метод, тогда в теплой воде растворите соль, сахар и дрожжи, добавьте муку и 20 миллилитров. Масло частями. Замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час 30 минут. После сделайте обминку. Пока готовится тесто, сделайте начинку. Картофельное пюре смешайте с мелко нарезанным луком. Перемешайте. Тесто готово. Тесто переложите на рабочую поверхность, сделайте обминку. Разделите тесто на 13 частей и сразу же приступайте к формовке пирожков. Поставьте разогреваться растительное масло в глубокой жаровне. Разомните кусочек теста, положите столовую ложку. Можно чуть больше начинки. Прикройте сверху половинкой теста, подверните края и придайте форму бочонка. Сформуйте пирожок так, чтобы начинки не было видно. Обжаривайте пирожки по 2-3 штуки за раз. Важно, чтобы они были покрыты маслом. Готовые пирожки переложите на сито, чтобы стекло лишнее масло, либо переложите на бумажное полотенце. Пирожки готовы. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...